СПОРТ БЕЗ ПРИЧИНЫ Диас – один из самых харизматичных бойцов в организации. Он дерется в UFC с 2007 года. Да, мы возвращаемся в эти времена. За эти годы он стал популярным бойцом, который готов принять любой вызов. Его рекорд на данный момент составляет 19 побед и 11 поражений. Да, не все так гладко. Но стоит отметить, что из этих поражений только два были досрочными. Все остальное решением судей. Последний раз Нейт выходил в октагон в 2016 году. И это был реванш против Конора Макгрегора, в котором Диас проиграл. С тех пор он не выступал. И тем более ожидаемый становится предстоящий поединок с Пэттисом. Энтони Пэттис также является звездой UFC. Его не зря прозвали Шоу Тайм. Он один из самых зрелищных бойцов промоушена и бывший чемпион. В недавних поединках Энтони неплохо себя показывал. Он победил Майкла Кьезу и провел интересный бой с Фергусоном. Хоть который и проиграл. А в последней встрече эффектно нокаутировал Стивена Томпсона. Всего на его счету 22 победы и 8 поражений. Какие прогнозы на этот бой? Букмекеры определились с фаворитом. Им выступает Энтони Пэттис. У партнера нашего канала MarathonBet коэффициент на его победу составляет 1.75, тогда как на победу Диаса 2.1. В основном, конечно, это связано с тем, что Нейт не выступал уже 3 года. Это достаточно большой перерыв даже для такого бойца, как он. А в остальных показателях соперники примерно равны. Диас имеет преимущество в размахе рук, а Пэттис в размахе ног. Также он левша, а Энтони правша. Оба являются великолепными базовыми джитсерами. Оба хороши в партере. В плане ударной техники небольшое преимущество за Нейтом. Значимых ударов он наносит больше. В общем-то, это должен быть интересный конкурентный поединок. В мире ММА мнения насчет предстоящего боя, как всегда, разделились. Фрэнк и Эдгар пока не могут определиться, кто выйдет победителем из этой схватки. Я знаю, что Нейт уже давно не бился в клетке, но он активно занимался в своем зале. Но Пэттис все это время продолжал биться. Все-таки я думаю, что Нейт будет очень сильно прессинговать. Но его простой может сильно его изменить. А Колби Ковингтон считает, что Нейт победит, несмотря на то, что он не очень умен. Да, начались приятные комментарии от Колби. Это будет жесткий бой. Мы все знаем, что Нейт Диас укурыш. Он давно подсел на травку. Он еще не самый умный паренек и, возможно, даже идиот. Но все-таки я думаю, он победит в этом бою. Потому что выносливость Пэттиса это просто кусок говна. Кстати, как будто в подтверждении слов Ковингтона, Диас раскурил косяк прямо на открытой тренировке, которая прошла на днях. Так что в каком-то смысле Ковингтон, возможно, и прав. Но я думаю, Диас в реальности просто создает себе имидж такого отбитого парняги. Пытается быть настоящим Александром Емельняненко. Но такой только один в нашем мире. В понедельник Александр осушивает несколько баллонов Балтики-девятки. А уже во вторник он занимается в зале ММА по 6-8 часов. Диазу пока далеко до этих результатов. Конечно же, засветился и Бен Асквин. Ему самое время что-нибудь сказать в интернете. Он, в отличие от широкой публики, не впечатлен возвращением Нейта в октагон. Я не вижу в этом ничего особенного. Я знаю, что Нейт Диаз сказал, что он больше не легковес. Но у него рекорд 1-3 в нашей весовой. Он ужасный полусредневес, и это все, что нужно знать. Их бой будет веселым, но я думаю, Пэтис собирается надрать зад Нейту Диазу. Сами соперники тоже высказали свои ожидания от этого поединка. Энтони Пэтис сказал, что бой с Нейтом – это личное. Дану Уайт предлагал мне Макгрегор для поединка в августе. Но не вышло. Потому что, как мы уже все знаем, Макгрегор сейчас бьется со стариками. Тоже, опять же, решил пойти по стопам Александра Емельяненко. Но мы опять повторимся и скажем, что до Саши никому не дорасти. Потом ему предложили Нейта. Это прекрасно. Он мне не нравится. Не могу дождаться, пока прибью Диаза. Это личный момент. Я хочу нокаутировать этого паренька. А вот Диаза же более благосклонен к Пэтису. Я думаю, это будет отличный бой. Пэтис заработал хорошую победу. Он один из лучших бойцов в дивизионе. Он мне нравится. Он самый интересный боец UFC. Мне и вправду нравится наблюдать за бойцами. Если я собираюсь принять участие в каких-то боях, я хочу получить бой, который будет интересен не только мне, но и фанатам. Если я фанат боев, то я хочу видеть интересное противостояние. А не скукоту. А вот и условия конкурса. Они просты, как никогда. Нужно подписаться на канал, оставить комментарий под видео и поставить лайк. И через два месяца я определю победителя среди всех видео, которые вы прокомментировали, и отдам ему 10 тысяч рублей. Так что давайте оставаться на этом канале, смотреть видосы и подписываться. А мы продолжаем. И чую я, на этой UFC скукоты у нас точно не будет. Мы, конечно же, заценим все эти бои и, возможно, какие-то из них будем обозревать. А вы пока подписывайтесь на канал, участвуйте в конкурсе и ждем вас скоро. Потому что видосы сейчас выйдут аж несколько подряд. Так что следите за событиями. Субтитры сделал DimaTorzok